Всем привет, с вами я Владимир Тишевский и сегодняшнее видео будет посвящено новостям и слухам. Большинство моих постоянных подписчиков, которые смотрят мои видео, наверняка мониторят новости современных технологий. И некоторые из вас слышали о том, что компания Asus выпустила свою версию Deluxe на процессоре Qualcomm Snapdragon 821. Кстати, о самом процессоре известно не так уж и много, и вообще о устройствах, которые будут поставляться с этим процессором, тоже известно очень мало. Но сейчас появляется все больше и больше информации, и эту информацию я хотел бы рассказать вам. О самом процессоре можем пока что сказать, что это улучшенная модификация Qualcomm Snapdragon 820, немного повышенная частота, немного уменьшенное потребление энергии, то есть, соответственно, перегрев, ну и, конечно, увеличена мощность. Первым смартфоном, который уже анонсирован, это Asus Zenfone Deluxe. Он имеет 6 гига оперативки, 64 или 128 гигабайт встроенной памяти, вот этот, тот самый Qualcomm Snapdragon 821, металлический корпус и так далее. Ну, в общем-то, супер элит устройство. Когда конкретно поступит в массовую продажу, пока что неизвестно, но сам факт, то, что компания Asus, знаете, как поставила галочку, а мы были первыми, можно сказать, добавляет ей плюс 1 балл в копилку. Так уж и быть. Потом появились слухи о том, что компания Xiaomi вот-вот готовит выпуск Mi Note 2-го поколения. Многие из вас просто были в восторге от Mi Note, хотя некоторые говорили о том, что он сильно большой, сильно дорогой, и когда он подешевел, сейчас вы знаете, да, что Xiaomi Mi Note Pro стоит где-то 200 с копейками долларов. Я, кстати, оставлю в описании ссылочку на него, если вам интересно, можете посмотреть обзор и где его можно купить. Так вот, вторая версия планируется на Qualcomm Snapdragon 821, тоже 6 гига оперативки, Quad HD экран, в общем-то, все-все возможные навороты, которые можно себе представить, и эту модель должны анонсировать в течение августа. Лично я, как гик, очень жду анонс этого Mi Note 2-го поколения, так как моя супруга до сих пор пользуется Mi Note 1-го поколения и очень даже довольна. Так вот, собственно говоря, из-за чего я записываю это видео, появилась третья компания, которая тоже запланировала выход своего устройства, и анонс его ожидается не через полгода или когда-либо, а 2-го-7-го сентября на выставке IFA 2016, насколько я помню, она пройдет в Берлине, в Германии. Так вот, первая модификация этого смартфона будет он называться LG V20, а предыдущий был LG V10 и, по-моему, была еще модификация V11. Так вот, получается так, что предыдущая модификация очень сильно заинтересовала многих-многих людей тем, что имела сверху над обычным экраном маленький экранчик для уведомлений. Это что-то схожее с боковым экраном у Samsung, но только сверху. И это действительно прикольно, потому что у Samsung боковые рамки там часто нажимаются, а вот сверху, раз тебе там и время показывает, и сообщение показывает, и если там какой-то трекинг ведется, шагов, то тоже все показывает. Да и финт из браслета уже получается не надо. Единственное, что смартфон на руку себе не прицепишь. То есть, в общем, этот смартфон будет очень интересен тем, что получит, во-первых, этот процессор Qualcomm Snapdragon 821, также 6, ну, 4-6 гиг оперативки, 32 или 64 гигабайта встроенной памяти, 2К-экран, красивый внешний вид. Кстати, у V11 был реально классный дизайн задней крышки. По-моему, даже Home Tom HT7 сперли дизайн этой задней крышки. И вот, кстати, на Home Tom, на супер дешевом смотрится он офигенно. А что говорить за супер дорогой смартфон, который будет стоить наверняка немалые деньги. Кстати, у операционной системы там уже будет стоять совершенно новый Android 7.0 Nougat. Так что устройство ожидает быть бомбовым. И, возможно, это будет один из первых топовых смартфонов LG, который я возьму себе для тестов, для сравнений. В общем-то, я очень жду и надеюсь, что все получится у компании LG. Потому что с продажами у них как бы не очень-то сильно получается. Ну, вы сами это видите и понимаете. То есть, они уже ниже 10-го места по рейтингу продаж. Как и HTC, но только HTC еще дальше. Ну, вот и вся информация по этому видео. Надеюсь, она была вам интересна. Мне также будет интересно почитать в комментариях ваши рассуждения. Это будет очень здорово. Дискуссия. Я стопудово буду читать. И если будет что ответить, то я буду отвечать вам. И у нас получится такой небольшой диалог. Пишите, что вы думаете по поводу Asus Zenfone Deluxe, по поводу Xiaomi Mi Note 2-го поколения. Ну, и вот этого LG V20 смартфона, который тоже должен получиться весьма-весьма интересным. В общем, ставим лайк, подписываемся на канал, если вы не мой подписчик и вам понравилось это видео. Ну, и смотрите другие интересные видосики у меня на канале. Обзоры, тесты, игр, сравнения, различные акции. В общем-то, все то, что нужно вам, вы найдете на моем канале. С вами был я, Вова Тишевский. Всем пока, до скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.